Девушки отдыхают 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 И вот тот документ, который на сегодняшний день есть, он по сути на самом деле документ рабочий. Документ, с которым работал ни один депутат, ни один комитет. И на самом деле, как сказал Санна Васильевич, наказ депутата будущего созыва – это мотив к действию для других депутатов, чтобы эта стратегия была реализована. Я предлагаю данный документ принять, проголосовать за его принятие и рассмотрение на городскую линию. Еще есть дополнительные? Я тоже так выскажусь. Действительно, над этим документом мы работаем давно. И все-таки главным итогом этого документа явилось то, что у нас появился реальный анализ ситуации, который находится сейчас в погоде. То есть мы понимаем прекрасно все отчетные цифры, которые мы видим. Мы понимаем, где мы живем, в каком городе живем, какие цифры, какие темпы роста или падения. Это касается и рождаемости, и смертности, и цифр по экономике. То есть все понятно. Здесь вообще все понятно. Что касаемо самой стратегии, я все-таки попытаюсь сказать, что не торопимся ли мы. Да, документ такой нужен. Он точно нужен, и во всех городах он имеется. Но, как мне кажется, саму стратегию, сам документ, в нем очень много таких моментов, которые, они такие общие фразы. Ну, скажем так, я читаю этот документ, я понимаю, что, как в кинофильме, там, «Кавказский пленец», там, жить надо хорошо, хорошо жить надо лучше. Поэтому мы там пишем, там, вот надо увеличить инновации, надо увеличить инвестиции, надо сделать то, надо, надо сделать то, и потом пошла расходная часть. Мы хотим, чтобы город был там безопасным, мы хотим, чтобы рост промышленности был такой цифры. И предлагаем два варианта развития событий. Первый, там, инерционный сценарий, да, и второй, инерционный промышленный. Тоже нормально, хотя есть несколько вариантов еще более расширенных, да, есть вот варианты, я там тоже смотрел, есть, готовят некоторые города, там, три варианта, консервативные, там, умеренно оптимистические, там, инновационные. То есть, получается, мы, первый вариант консервативный, хотя он называется инновационный сценарий, когда, там, ну, мы пытаемся просто определить кризис, да, там, выйти определенные цифры. И есть резкий, там, толчок, и когда смотришь вот на этот толчок, ты смотришь цифры, которые здесь написаны, но они очень серьезные, да, и хотелось бы их иметь, конечно, бы иметь, но когда ты реально смотришь на эти цифры, ты понимаешь, за счет, за счет чего же это все будет сделано. А дальше идет просто набор определенных фраз, таких лозунгов, надо увеличить, там, значит, там, темп роста, там, по промышленности, надо там, вот, и пошли, я понимаю прекрасно, что потом есть определенные методики, и под эти вот лозунги будут создаваться программы, я так понимаю, да, Александр Васильевич? Конкретно, я сейчас договорю, потом, да. Программа реализации. Вот, принимая вот эти цифры, мы, к большому счету, как бы, даем определенную планку, как бы, людям, которые дальше их должны будут реализовывать, там, это люди, которые будут работать в администрации, там, во власти, да. И вот здесь потом, вот потом, мне кажется, возникнет определенный вопрос, самый главный, а как же все это реализовать? Вот мы сейчас это принимаем, как бы, да, а потом, вот, если дальше забежать вперед, вот, это выполнить, ну, не то, что невозможно, но это очень серьезная программа, вот эта, понимаете? Вот здесь и стоит, мне кажется, самый главный вопрос. Значит, при этом, вот, может, мы опять спешим, там, да, вот, там, на примере других городов, да, стратегия начает развиваться, и, там, мы хотим ее, там, за год, за двоев создать. Я думаю, что мы не прошли окончательно вот этот весь путь, ведь, как бы, что такое стратегия? Это, 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 это общение с людьми, это, значит, общение с экспертами, да, это консолидация всего общественного мнения с экспертами. Вот в этой работе, как мне кажется, что мы, как бы, общественное мнение опять не слушаем, мы опять не слышим людей. Вот, когда идешь в сбор, общаешься с людьми, да, ты столько там интересных вещей начинаешь слушать, там, да, хотя они, может быть, люди простые совсем говорят, но такие вещи говорят, которые мы, может быть, уже у нас глаз замылился, мы этого не слышим. Вот, опять мы попытались, собрались кучку людей, да, каких-то экспертов пригласили, да, каких-то мы провели сборы. Потому что, кстати, стратегию нужно создать, может быть, 30 сборов, там, может быть, 50, там, сборов, да, может быть, создать общественный совет, при общественном совете создать группы. Есть люди, отвечающие за экономики, есть, отвечающие за культуру, есть, отвечающие за спорт. Собрать эти мнения и уже собрать вот эту общую стратегию. Когда она будет наша, городская, и ни один житель не скажет, что опять там кто-то собрался, подписал, там, и вперед. Понимаете, конечно, мы как будто, вот, опять вот, если мы примером были, вот, по строительству дома, точной застройкой, да, вот опять тут решил, что это будет хорошо. И взяли там, во дворе строить дом, понимаете, опять, а жители против. Опять мы сейчас, мы сейчас принимаем стратегию, а жители против. И будем опять биться вот сами с собой здесь, рассказывать друг другу здесь. Поэтому, вот, все, что мы делаем, это вообще, как бы, это все положительно, да, и все правильно. Я смотрю, как бы, стратегии наполняются новыми идеями, там, новыми, там, вопросами, там. Но, опять же, вот говорю, не спешим ли мы, скажем так, зачем нам сейчас, вот, вот, кто нас тут гонит, там, и что такое. То есть, у нас в любом случае, вот, материал, который мы накапливаем, да, мы потом используем, там, мы их можем использовать в бюджете, мы можем, там, каких-то в планах использовать, каких-то более, там, маленьких, да. Но, принимая на себя обязательства стратегии 30-го года, мы, может быть, мы это поторопим, что-то, скажем так. И когда уже смотришь по цифрам, смотришь, там, ты понимаешь, что, ну, много таких моментов, которые не стекуются, там, как-то, надо еще больше посмотреть. Вот, я посмотрел, как, например, вот, взять 2014 год, да, очень хорошие показатели по инвестициям. То есть, мы, там, дошли уже, довели, там, в инвестиции до 15, там, и 3 миллиарда рублей, да, то есть, ну, цифра замечательная, там, да, по сути дела, там, в 13-м году было 10, где-то миллиард, по-моему, и стало 15. 5 миллиардов нарастили. Но, когда смотришь цифрам по итогам, а что дает, это город, да, ведь что, наверное, главная цель? Дать инвестиции, значит, и дать в экономике толчок роста, значит, там, в темпах роста по промышленности, ну, экономить промышленность. Конечно, в итоге должно все идти и вернуться, там, в качестве бюджета, в городской бюджет. Мы должны, мы говорим о, вот, инвестиционном промышленном сценарии, сразу идет идея инновации и инвестиции. Мы пытаемся в этой табличке показать, что чем больше будет инвестиций, тем больше будет экономика развиваться. Но потом не видно, как вот эти деньги, инвестиции вернутся в бюджет, в бюджет. Нам же нужно понять в этом бюджете в 13-м году, а что же там появится у нас в деньгах и в бюджете? Как эта вот связь, как эта связь играет? И мы сейчас принимаем, да, дальше, вот, дальше, я так понимаю, что будет очень серьезная работа, да, но, может, мы слишком берем большие цифры здесь. Вот, вот что. Не бутафория это. Бутафория. Пожалуйста. Уважаемый секретарь. Значит, коллеги, вопрос стратегии, он жизненно, в общем-то, необходим. Вот мы сейчас только закончили заседание Городской Думы. Почему? Потому что вот сейчас пройдут выборы. В октябре мы будем, или не мы, а новый состав Думы избирать главу администрации. И вот давайте вспомним, в 12-м году там у нас, да, выходило там 5 или 4 кандидатов, и там начинают, там, золотые замки, там, и с выходом на московскую трассу что-то там, и еще чего, и проспект Циолковского куда-то там чуть не вольено уже. Думаю, красота какая-то. Буду прямо сейчас раз, без переезда. Потому что нет вот общего вектора развития, мы не задали. Вот по поводу того, что рано или поздно. Вот мы проработали с вами почти 5 лет. И сегодня в городе иных кандидатов, которые идут сегодня в депутаты, с таким объемом знаний, потенциалом таким, нет сегодня. Они этот потенциал, новый, который придут, накопят только через 5 лет. Вот мы сегодня уже все знаем, что в городе происходит. И в хорошем смысле, и в плохом смысле. И мы понимаем, куда и как должен город развиваться. Стратегия, вот собственно стратегия, тот текст, который мы с вами рассматриваем, действительно набор благих пожеланий. Действительно, в основном лозунги такие, да, которые в дальнейшем должны уже облечься в конкретный план реализации этой стратегии и, соответственно, программы. И для того, чтобы администрация сегодня не сидела сложа руки, ведь мы эту стратегию можем еще принимать. Сейчас придут новые депутаты, скажут, подождите, надо разобраться, мы же тут не в теме, как там, чего они даже не могут не понимать, как бюджет формируется и как он принимается. Мы-то это все знаем. То есть, следующим шагом будет разработка плана реализации данной стратегии, в которую вносятся уже все поправки, которые возможны. И, соответственно, после этого плана реализации, это уже разработка программы. То есть, там будет тактический, как бы там, пятилетний срок, оперативный 10 и стратегический 15 лет. То есть, на пятилетке разбитый. Но это все надо делать. То есть, мы должны дать инструмент в руки администрации. Кто лучше, чем администрация, знает проблемы тех или иных отраслей? Только они. Объективно. И у нас, когда мы принимаем стратегии, мы уже отчеты главы администрации и главы города будем не просто слушать набор. Вот я там это сделал, я вот то, а мы уже можем его конкретно по этим разделам стратегии спрашивать. Ребята, вот было у нас спланировано вот это. Оно сделано? Нет. Почему? Понятно. Либо это объективно, либо это необъективно. Теперь то, что касается общественного обсуждения. Поверьте, что очень большие были проведены мероприятия и на базе Волговязкой академии и госслужбы, и там клуб интеллектуальный деловой клуб, и на ассоциации с Дзержинским регионом, где присутствовали руководители всех ведущихся крупных наших промышленных предприятий. Форсайз сессии. Что? Форсайз сессии там они проводили. Ты не выговоришь, что ли, что-нибудь там проводят? Вот, то есть в общественном мнении, конечно, сегодня надо понимать, что период выбранный. И сегодня под лозунгом того, что, а давайте мы не будем сейчас это принимать, а давайте вот мы повременим, и пускай вот новый депутат, вот просто это наши коллеги высказывают такое мнение, вот новые придут, пускай они, они же не знают ничего. Те, кто хорошо, кто останется, да? А те, кто новые придут, им же надо разобраться во всем этом. Поэтому мы должны дать инструмент развития города. И на ближайшие 15 лет нам будет понятно, мы уже в план реализации этой стратегии внесем те или иные изменения. И до сих пор идут, вот я вчера получил письмо, очень интересно, по электрону мне скинули, прям вот конкретно там и конкретные проблемы, и конкретное решение написано. Это все нормально, это живой организм такой, который мы можем в любое время поправить. Но сегодня для того, чтобы дать толчок к развитию, мы с вами сами знаем, что больше двух лет там одни варианты стратегии, другие, третий там принимались. Мы над этой стратегией работали почти год, почти год и чуть-чуть не в еженедельном режиме. Как мы это проводили? Например, по безопасности города. Приходил начальник милиции и нам рассказывал, какие вот вроде бы не наши, да, сферы, а в то же время наши в городе происходят. Какие-то меры, они направлены на борьбу с преступностью, там на видеонаблюдение и так далее, так далее, так далее. И мы давали свои замечания, они уходили, вносили изменения в свои там как бы доклады, приходили и снова защищали как бы вот то, что они наработали. Поэтому работа проведена большая, я бы просил вас сегодня поддержать внесение этой стратегии на рассмотрение городской думы, принять ее. И тогда пускай это ведь еще, ну, почти полгода, я думаю, как минимум, уйдет на то, чтобы разработать план реализации этой стратегии. Понимаете? А время идет. И нам было бы хорошо, принимая бюджет на 16-й год и плановый период 17-18, уже понимать, а мы в соответствии с чем? С предпочтением того или иного глава администрации будет в город развиваться? Или все-таки вот в этом стратегическом направлении? Понимаете? Потому что вот у нас в 11-м году внезапно больше миллиарда рублей свалилось с дополнительных доходов. И мы их бездарно потратили. Бездарно, ничего, только детский сад заложили и все. Потому что не было стратегии, не было, а куда? Ну вот на усмотрение, по сути дела, понимаете? Завтра изменится межбюджетное отношение, опять какие-то деньги придут, и как их будут распределять? Да тоже, опять же, по предпочтениям, не должно такого быть. Не должно такого быть. Вот хороший или плохой пример, вот северная трибуна, да? Все законно было там Артамонову в свое время выделено. Если бы не смена власти, здесь бы стоял отель Хилтон. У нас, Дзержинский, отель Хилтон стоял. Что сегодня? Вмешалась политика. Что сегодня на месте северной трибуны? Даже разрушенная северная трибуна, аварийная. Понимаете? Так нельзя развиваться. Город не может скачок туда, скачок туда. Этот пришел, сюда повел, тот пришел, туда повел. Давайте выработаем общий вектор. А кому вырабатывать, как не нам? Нам, которым управляем городом пять лет, как представительный орган местного самоправления. Вот мы должны задать вектор, и в этой стратегии вектор задается. Мы можем в него вносить изменения в любое время. Дополнения, в зависимости от той ситуации, которая будет складываться. Вот все. Вот тема, которая мне лично понравилась, то, что за пять лет мы определили какой-то опыт, мы понимаем, чувствуем уже город. И действительно, в этом рассматриваю процесс. Я с вами полностью согласен. Я все-таки вернусь к стратегии. Что касаемо расходной части, это программа безопасный город, здравоохранение, экология. Вот там вообще все прекрасно. Вот там вообще все прекрасно. Там просто потом создавая программу уже отдельно и двигаясь вперед, например. А вот в плане, ведь мы не потратим, пока не заработаем. А вот в плане наполняемся бюджетом, здесь очень много вопросов. Очень много вопросов, понимаете. И я не увидел вот эту фишку, за счет чего мы будем делать. Вот эти, как было с того, которые происходили, я где-то присутствовал, где-то не присутствовал, где-то просто смотрел уже по интернету, слушал всех выступающих. Там много мнений очень разных. И все-таки для себя я отметил, что все-таки единственный путь к движению это все-таки рост экономики, рост промышленных предприятий. А за счет чего? А там уже дальше пошло. Давайте расскажу. Нанотехнологии там, да? Значит, там это там... Это слишком вообще. Вот там вот дальше, вот дальше у нас возникли большие проблемы. У нас нет стратегии развития города в плане развития промышленности. Вот что самое главное. У нас есть предприятия, которые сами по себе работают. И вот эти инвестиции, с которыми пишем 15 миллионов рублей, это может быть заслугу больше этих предприятий, этих руководителей. Которые находят эти средства, инвестируют там, как бы вот и идет движение здесь. А вот у самого города такой концепции развития как таковой нету. Мы расходную часть сделали прекрасную, вообще слов нет. А вот здесь вот нету фишки. Как то, что, который там, помните, СОПИ начинал там еще этот кластер, там, да? Там какая-то идея должна быть, которую мы должны принести в правительство России, показать, что мы крупный индустриальный химический город и дать нам какое-то производство. Там, да, в свое время, вот вы можете помнить, рассматривать производство полиции ЦОНАТО. Да, здесь, если все, здесь в Дружеске появилось производство полиции ЦОНАТО. Оно могло появиться. До тогда, опять из-за психологической ситуации, кто-то не пошел, кто-то не позвонил, кто-то не писал письмо. Все, производства в России его нет и сейчас нигде. Если бы оно появилось, все, я вас уверяю, это было бы там, типа Клондайк, нефтехим, там, Казань, там, все такое. Все, больше всего, это не... Правильно все говорите. Значит, мы, когда говорим о доходах, то, безусловно, мы должны наращивать налогооблагаемую базу. Значит, вот простой пример, вот, в Волговятке, когда на круглом столе просто вот возникла такая, раз, а это, по сути дела, ну, это, правда, касается малого и среднего бизнеса. О чем речь? Вот сегодня бизнесмен идет в банк дать кредит и может, бери, минимум 20 процентов. Мы проработали, говорим, подождите, а если город возьмет на себя половину ставки этой процентной, да, 10 процентов оплачивает бизнесмен, 10 процентов в город. И взяли простую цифру, круглую, чтобы... Если бизнес берет 100 миллионов кредит, значит, он в год должен, соответственно, отдать 20. Если город в этом случае вкладывает в этот бизнес, ну, в кредиты 10, да, ну, под 10-то с удовольствием многие взяли бы на развитие производства. А что такое 10, или 100 миллионов в экономике? В малом бе, это же здорово, это новые рабочие места, это новые какие-то производства, мелкие пускай, но не дают доходу бюджет. Поэтому вот это обязательно нужно делать. И вот вы правильно совершенно сказали о доходах, но у нас еще есть такой вопрос, как сокращение неэффективных расходов. Неэффективных расходов. Потому что если мы видим, что муниципальные предприятия то или иное только тянет из бюджета, а ничего не дает, не может само себя обработать, значит, надо задуматься, оно нам нужно, вот в том виде, в котором оно есть, значит, его надо либо подвергать какому-то реформированию, дабы оно вышло, может быть, вложить там какие-то денежные средства, бюджет, может быть, но это все надо уже вот в программе реализации, это все надо расписывать. Транспорт там будет, вот он тоже Людмила Викторовна, КШП, я все это называл, там Прометей, у нас там есть МУП, который обслуживает социальные учреждения. Все это надо делать, поэтому доходы, вот и которые будут направлены на реализацию этой стратегии, они ведь складываются не только из городского бюджета, там имеется в виду федеральный бюджет в рамках там скажем чистая вода, там федеральная программа прекрасная там и малые реки прекрасная, вот мы в Юнице ведь на федеральный день и в том числе там очищали ее. Это имеется в виду и частные инвестиции, конечно, и государственные инвестиции, что такое перинатальный центр, это государственная инвестиция по сути дела, но на территории Дзержинска, но во имя жителей Дзержинска и на плагах жителей Дзержинска, поэтому вопрос такой, он очень большой И вот тут сейчас из стратегии какой-то один взять элемент, выдернуть, его обсудить, его сложно, конечно. Поэтому я все-таки еще раз вас призываю, давайте примем мы эту стратегию, не для того, чтобы ее принять, а для того, чтобы заставить администрацию, дать им инструмент, чтобы у них были основания начать работать над планом реализации этой стратегии. Чтобы пошло движение вперед такое. Иначе у нас застопорит. Сейчас будут выборы, понимаете, новые команды формирования, ну это все, бюджет будет принят на 16-й год, это уже стратегия. Как минимум начинать уже не с 16-го года, а придется уже начинать уже с 17-го года. Потому что мы не успеем мы ничего. Они хотя бы, может быть, успеют к началу рассмотрения бюджета на будущий год уже какие-то сделать наработки. И мы уже на основании их можем начать работать. Я хотела бы добавить вот в части своего размышления по поводу формирования доходной части города. Но ни разве не мы, ни наш комитет участвовали в обсуждении особо экономической зоны, которая будет привлекательной для наших инвесторов. Я последние новости читала вчера. Правительство по-прежнему продолжает правительство льготирование, существование малого и среднего, развитие малого и среднего бизнеса. Продляются налоговые каникулы. Идет политика на то, чтобы поддержать в части налоговой амнистии, налогового либового в дальнейшем этого бизнеса. Я думаю, что те предприятия, которые сегодня существуют и относятся к малому и среднему бизнесу, они легализуются. И они будут пополнять все-таки доходную часть нашего бюджета через НДФЛ. Я считаю, что мы должны принять вот эту стратегию. И посмотрите, что было у нас. Ну, порой даже наша доходная часть не зависит от того, как меняет законодательство. Смотрите, что было с НДФЛ год назад, что стало сейчас. И поэтому вот в данной части мы порой и с вами можем даже вот, чтобы мы не хотели, как бы мы не спланировали формирование доходной части. Но мы в отдельной степени зависим и от политики правительства. Поэтому опять говорю о том, что предлагаю стратегию поддержать. Я еще прям маленькую реманку. Вот по сценарию поэтому. Есть табличка, при которой мы пишем показать, как развивается численность населения, объем инвестиций, прибыль, фонд зародной платы. Но все-таки конечным итогом вот здесь в этой таблице должна появиться цифра бюджета. То есть наша цель увеличить бюджетную часть. За счет чего мы хотим сделать город безопасный, экологически чистым. И пошло-пошло-поехало там в Витрахани. Мы просто там, тоже непрямую не связано все это с бюджетом. Понимаете? Мы должны в 2013 году, вот наши действия должны привести к увеличению бюджета, чтобы потом эти деньги потратить на вот на эти программы, которые мы сейчас запланировали. Так же получается. Это первый вопрос. Можно даже не отвечать. Второй вопрос. Это мое там пожелание там, да, может быть, вы там посмотрите. Второе все-таки, да, вот на обсуждении круглых столов, которые вам проходили в Дзержинске, да, мне понравилось одно выступление, я сейчас не помню, доктор-то высокого наук, института, по-моему, какого-то. Он сказал, что все-таки везде тенденция мировая к тому, что все-таки идет глобализация крупных проектов. То есть в Дзержинске должно быть появиться крупный проект какой-то, промышленный объект, вокруг которого должно все крутиться, и рабочие места, и фонд заработной платы, и инвестиции, все такое. Вот этот проект нужно искать, и искать его, предлагать его на уровне правительства. Тем более, имея там производственные площадки сейчас, такие, как там, ну, Парк Восточный, может, он больше для среднего такого бизнеса, да, например, бывшие крупные площадки, как там, как бы, там, Синтез, там, да, там, тот же Корун, там, тот же Заря, там, например, там, есть инфраструктура, там, есть, по Заре, там, вообще, я смотрел, там, там, море газа, подъездные пути, железный дар, ну, все есть там, да, и инвесторы приходят, но они приходят, им нужно помочь. Правильно, как я тут учусь, говорит, если он хочет построить производство, а ему там 20 с лишним процентов дают в банке, это все уже, хотя в Европе дают 3-4 процента. В Европе, пожалуйста, 3-4. И мы тоже должны, да, может, там, и с европейскими банками тоже иметь какую-то определенную сотрудничество на уровне муниципалитета уже. Это же можно сделать? Можно, там, да. И, кстати, все встречи, которые там проводим мы, там, с немецкими территориями, да, культурные программы, они все-таки должны больше идти, ну, конечно, культура важна, но они должны еще как-то вот идти вот в плане экономики, если их пользы должны идти. Вот, а я хотел бы уточнить, вот, по регламу, то есть мы сейчас, как бы, там, даем рекомендации о принятии, да, потом во всех комитетах тоже рассматриваются. Конечно, решение будет приниматься на Думе же, на Думе, да? Пожалуйста. Можно я отвечу на ваш вопрос, вот, что касается указателей, да, и налогооблагаемого класса. Вот, несколько лет назад, да, ну, много уже, наверное, к нам в доходы местного бюджета зачислялся процент от налога на прибыль организации, от налога на имущество организации. Это как раз вот те показатели, касаемые прибыли, объема инвестиций, да, то есть предприятие наращивает основные фонды, и отдача идет, но она идет, к сожалению, не в наш местный бюджет, а в консолидированный бюджет Нижегородской области. И вот о чем говорил Виктор Валентинович, да, когда у нас идет перераспределение межбюджетных отношений, то есть в какой-то момент, они опять, законодательство может измениться, и даже, вот, например, если нам дали, вот, как раньше было, 2-3 процента налога на прибыль, вот за первый квартал у нас прибыль крупных и средних организаций увеличилась, по-моему, в три раза. То есть очень большой, за счет, вот, как раз курсовой разницы, да, многие предприятия химии получили большую прибыль, и налог на прибыль от наших дежинских предприятий поступил очень большой в концентрированный бюджет Нижегородской области, поэтому это, как бы, вот, в целом влияет на экономическую ситуацию нашего города и помогает области, да, мы же не одни развиваемся. Да, я вот добавлю еще, знаете, вот вчера буквально информация о том, что на уровне правительства Российской Федерации принято решение о поддержке, значит, о мерах по борьбе с безработицей, и примерно 300 тысяч рублей в год на одного человека, который из региона в другой регион переезжает, например, предприятию дают компенсацию, да, у нас с одного Донбасса сколько тут народ сейчас живет, вот, казалось бы, но это все надо закручивать, понимаете, это все надо, чтобы был инструмент, чтобы люди работали, они знали, что их задача, сегодня как задача ставить, руководитель структурным подразделением, ты что должен делать, при приемной работают, глава администрации, значит, ну вот ты иди там, чтобы там все было нормально, все, а если глава администрации приглашает потенциального кандидата на руководитель структурным подразделения, садим, садим его и говорит, Вот задача. Вот это, вот это, вот это. Вот транспорт, например. Почему у нас там почти 300 автобусов на газомоторном топливе закупает нижний Новгород и ни одного Держинского? Вопрос? Вопрос. Понимаете? Почему у нас, например, сегодня уже лет, наверное, 8 не закупается ни одной единицы техники в муниципальном предприятии «Экспресса»? Ни трамваи, ни троллейбусы, ни автобусы. А как же, мы дойдем до ручки, у нас они начнут ломаться, аварии и так далее, и так далее. То есть, все это, ну, еще раз, чтобы, чтобы, я, у меня мысль такая, вот эта стратегия, она даст возможность формировать администрацию под задачей. Не по принципу личной предности «Вася, хороший, иди сюда, я тебя на зарплату беру, там, иди работаю в администрации в ближайшие 5 лет». А под задачей, чтобы руководитель видел, что, ну, не справится, он у тебя друг хороший, родственник или там не кто, но не справится с этой задачей. Вы считаете, что достаточно будет документов в такой форме, чтобы, кто бы не пришел сейчас и не стал главой администрации, там, да, чтобы он полный испортный документ и ставил задачу? Уже, уже можно, уже можно, конечно. А если будет еще программ, план реализации, стратегии, то тут уже все, тут просто рамки будут. Никаких шарахней, туда-сюда, нет, давай вон там построим фонтан, еще что-то построим. Минуточку. Где вам в стратегии фонтан какой? Если надо фонтан, надуму, вносите изменения или дополнения в стратегию, голосуйте за фонтан и реализуйте, нет вопросов. Но просто так вот взять, не будет тут гостиницы, не будет там еще чего-то, так не может быть. Поэтому вот, я думаю, вот эти документы, они как бы, это и генеральный план, он, в принципе, потом уже идет, как бы, в развитии этой стратегии. И все у нас, получается, сформирована будет вся нормативная база, по которой, в общем-то, город должен развиваться. Хорошо. Предлагаю премии закончить, выношу предложение на голосование. Кто за то, чтобы порекомендовать городской думе принять ее, прошу проголосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Значит, ну, я воздержался могу пояснить, там, да, я на думе, как бы, хочу еще там общаться, чтобы там, как бы, и окончательно приму решение на думе. Хотя, в принципе, мне, как бы, понятно, что такое, на деле. Что? Еще? Одну минуту, да, еще? Давайте. Уважаемые депутаты, спасибо большое, что вы поддержали решение и вынесли на рассмотрение стратегию. Я бы хотел сказать только одно, что принятие стратегии реально должно восприниматься как изменением, вот знаете, есть такое выражение, парадигмы власти. Сегодня, приняв стратегию, город перейдет на новый принцип формирования своего развития, на новые принципы планирования. В основе планирования ложится стратегия. И все планирование ложится под реализацию тех приоритетных направлений, которые определяет представительный орган власти города, ставят перед администрацией задачи, исходя из того, как это указано в стратегии. Это очень серьезное изменение вообще вот планирования деятельности. Спасибо. Значит, вопрос о утверждении плана работы комитета, вашего комитета.